Украинская демократия Проблема в том, что тупые люди верят в это, и порой это приводит к неловким моментам, как недавно убедился комик Джон Стюарт. Трейс Галлахер расскажет нам об этом. Привет, Такер. Оказывается, путь от фашизма к героизму теперь занимает всего несколько месяцев. До начала российского вторжения на Украину несколько СМИ, в том числе рупор правительства США «Голос Америки», охотно обруживались с критикой на украинский батальон Азов за приверженность нацизму. Теперь же США сами выказывают поддержку батальону Азов. И делают это в самом счастливом месте на Земле. Во время ежегодных военных игр Министерства обороны в центре отдыха Уолта Диснея в Орландо, либеральный комик Джон Стюарт наградил Игоря Галушку, члена украинского батальона Азов. Цитирую премии «Сердце команды» за то, что он вдохновляет и служит примером, и, конечно, за чувство юмора. Галушка с радостью вышел принять награду с нарукавником поверх левой руки, где на более ранних фотографиях видна нацистская татуировка. Отметим, когда боец Азова вышел получать свою награду, люди в аудитории, в том числе Джон Стюарт, скандировали «Игорь». Игорь. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сегодня дистанционно позвонил в колокол открытия Нью-Йоркской фондовой биржи. И это был не просто символичный жест. Зеленский также представлял свою страну в поисках денег. Он просил инвесторов поддержать национальные проекты страны. Гогл и Майкрософт уже откликнулись на этот призыв. Такер? Конечно, откликнулись. Трейс Галлахер, большое спасибо вам. Конечно. Джон Стюарт вручает награды нацистам в Дисней Уорлде. Мир просто сошел с ума. Кто определенно не сошел с ума, так это невероятно гениальная, являющаяся образцом для всех нас, Карин Жан-Пьер. И поскольку нас легко развеселить, мы каждый день уделяем очень пристальное внимание ее брифингам, и сегодняшний был одним из лучших. На сегодняшнем брифинге Карин Жан-Пьер перепутала российский газопровод со своим любимым супермаркетом. Смотрите. Мы видим, что то, что делает Россия, и мы очень ясно говорим об этом, заключается в использовании энергии как оружие. И Россия выбирает. Одной из вещей, которые они предприняли, стало закрытие трубопровода Nordstrom 1. Nordstrom 1, рядом с Дилларс 2 и Сиэрс 3, а также целым рядом разных вершающих торговых центров, продающих газ по трубопроводам в Восточной Европе. Карин Жан-Пьер. Было ли это лучше или хуже ее пятничного выступления? В пятницу, если вы упустили это, празднуя День Труда, она хвасталась, что Джо Байден, величайший президент всех времен, создал не меньше, чем, записывайте, 10 тысяч миллионов новых рабочих мест. Смотрите. Мы создали почти 10 тысяч миллионов рабочих мест со вступления в должность президента Байдена, что является самым быстрым ростом рынка труда в истории. Вы спрашиваете, где успехи? Вот они. Серьезно, где успехи? Он создал 10 тысяч миллионов рабочих мест. Она не гений в математике, и мы не осуждаем ее, ничего такого, понятно, у нее нет времени высчитывать это. Но 10 тысяч миллионов — это 10 миллиардов. Мы прикинули, просто посчитав столбик, и это означало бы, что Джо Байден, по словам его пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, создал 30 рабочих мест. На человека в нашей стране, на каждого американца. Будь то мужчина, женщина, ребенок, третий пол, бессмолый, пансексуал, неважно. Каждый человек, живущий в этой стране, получил по 30 рабочих мест. На! Человека. Благодаря Джо Байдену. Работать придется много, но мы так благодарны. Работать придется много, но мы так благодарны.